Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Запад взял курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта. Западные страны взяли курс на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Кремль не демонстрирует готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом свидетельствует массированный ракетный удар по украинским городам в последние дни. Кирби отметил, что российское руководство, вопреки своим предыдущим заявлениям о нанесении ударов исключительно по военным объектам, стало якобы активно бить по гражданским целям. Это, по мнению американского чиновника, говорит о намерении России продолжить войну на Украине. Агрессивные действия российской армии требуют активной реакции со стороны западных стран по военной поддержке ВСУ. Одной из таких мер является возможная поставка киевскому режиму дальнобойных немецких ракет «Таурус» и американских «Атакумс». Ранее Белый дом отказывался от передачи ракет «Атакумс» в ВСУ, опасаясь, что украинская армия начнет запускать их вглубь российских регионов, что может спровоцировать ответную реакцию Москвы. Обмен ракетными ударами в итоге принесет Украине больше вреда, чем пользы, с учетом наличия в России гиперзвуковых ракет и ввиду отсутствия Украины систем ПВО, способных на их перехват. Теперь Вашингтон может пересмотреть планы. Журнал Newsweek сообщил, что вместо утилизации нескольких сотен баллистических ракет «Атакумс», срок годности которых подошел к концу, Пентагон планирует передать их ВСУ. Отмечается, что на срочной передаче этих ракет настаивает командующий американской армией в Европе Бен Ходжес на пару с советником главкома ВСУ Дэниэлем Райсом. Параллельно с этим четыре страны Евросоюза, включая Германию, Нидерланды, Испанию и Румынию, пообещали поставить в ВСУ суммарно около тысячи зенитных ракет для комплексов «Патриот». Между тем, испанская газета «Эль Паис» сообщила о переходе механизированных бригад ВСУ с нового года на снарядную диету ввиду почти полного исчерпания боеприпасов. Субтитры создавал DimaTorzok